Югославские одноствольные зенитные установки ЮКМ-75А5 засветились в ВСУ. Однако теперь платформами служат военные грузовики, а сами установки были модифицированы. Напомню, что ЮКМ-75 это 20-миллиметровые зенитки, которые раньше были на вооружении Югославии. За средства города Днепр были приобретены тепловизионные прицелы, приборы ночного видения, планшеты и старлинки. А дальше уже айтишники и привлеченные специалисты смогли объединить все это в общую систему. То есть совместными усилиями горожан, мэрии и бизнеса, территориальной обороны и ВСУ, была проведена модернизация устаревших зенитных установок. Улучшения были сделаны для того, чтобы повысить точность установок и облегчить поражение вражеских целей. Теперь из них можно легко сбивать российские и иранские беспилотники даже ночью. Далее провели испытания в реальных условиях, в которых применили югославские зенитки ЮКМ-75, а также ЗУ-23-2 и крупнокалиберные пулеметы. Мишенью служил макет иранского беспилотника Шахет-136, который сделали из пенопласта. Улучшенные вооружения с легкостью поразили цель. Это значит, что бороться с российскими атаками беспилотников будет значительно проще. Напомню, что югославские М-75 и застава М-55 появились у нас в октябре месяца. По всей видимости, они были переданы одной из европейских стран как раз для борьбы с беспилотниками. Эти зенитные установки относительно легкие и простые в настройке, что делает их идеальными для быстрого развертывания. Могут бороться с воздушными и наземными целями на эффективной дальности до 1500 метров.